Видео подготовлено сайтом Рокки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, авторы Мерзиак Полунский и Кир, под номером 690. Нас просят доказать, что значение выражения делится нацело на данное число. Мы знаем с вами правило искушиться еще 6 класса. Число А делится нацело на число М, если число А можно представить в виде произведения числа М и любого натурального числа. Или целого числа. Итак, под номером 1. 456 в кубе минус 156 в кубе. Это формула разность кубов двух выражений. Ее можно представить как произведение разности этих выражений и неполного квадрата суммы этих выражений. 456 минус 156. Это разность этих выражений. И неполный квадрат суммы этих выражений. 456 в квадрате плюс произведение этих чисел. 456 умножаем на 156. И плюс 156 в квадрате. В первых скобках разность 456 из 156 это 300. А во вторых скобках мы смотрим, что у нас возведение в степень натуральных чисел, произведение натуральных чисел и сумма натуральных чисел. Поэтому результат у нас будет число натуральное. Поэтому просто переписываем выражение в скобках. Если у нас при вычислении присутствуют только натуральные числа и нету действия деления, то мы не можем получить с вами дробный результат. Поэтому данное произведение числа 300 и натурального выражения, значение которого натуральное число, кратно 300. Или запишите делится нацело на 300. Это одно и то же. Если вас учили ставить три точки, которые заменяют эти слова, можете поставить три точки. Под номером 2 сумма куба в двух выражении 254 в кубе плюс 238 в кубе. Посмотрим, можем ли мы представить с вами эту сумму в виде произведения числа 123 и натуральных множителей. Итак, 254 плюс 238 – это сумма этих выражений у нас будет в первых скобках. А во вторых скобках второй множитель – это неполный квадрат разности этих выражений. 254 в квадрате минус произведения этих выражений, 254 умножаем на 238 и плюс квадрат второго выражения. 238 в квадрате. Итак, во вторых скобках результат будет натуральным числом, а в первых скобках к 254 прибавим 238. К 4 прибавляем 8 – 12, 2 пишем, 1 запоминаем, к 5 прибавляем 3 – 8 и 1 запоминали, 9. И к 2 прибавляем 2 – 4. Итак, 492. Проверим, делится ли 492 на 123. Мы можем взять по 4. 4х3 – 12, 2 пишем, 1 запоминаем, 2х4 – 8 и 1 запоминали, 9. И 4х1 – 4. Да, 493 делится нацело на 123, потому что остаток мы получили 0. Поэтому выражение в скобках мы можем представить как 123 умножить на 4 и умножить на выражение в скобках, результат которого будет натуральным числом. Просто его перепишем. Вычислять, конечно же, не будем. И это произведение будет кратно 123. Потому что множители – это число 123 и 2 натуральных числа. Под номером 3. 17 в шестой степени – минус 1. Поскольку показатель 6 делится нацело на 3, то 17 в шестой степени мы можем представить как 17 в квадрате, возведенное в третью степень, минус 1 в третьей степени. 17 в квадрате – это 269, извините, 289. На форзацию учебника у вас записано это. И в кубе. Минус 1 в кубе. Ну и теперь разность кубов двух выражений – это произведение разности этих выражений. 289 в квадрате плюс произведение этих выражений. Это будет 289 умножить на 1. Это 289. И плюс квадрат второго выражения – плюс 1. 289 минус 1 – это 288. Проверим, делится ли 288 на 36. Возьмем по 8. 6 у 8 – 48. 8 пишем, 4 запоминаем. 3х8 – 24. 4 запоминали – 28. Итак, 288 делится на целом на 36. Поэтому 288 можно записать как 36 умножить на 8. А в скобках у нас будет 289 в квадрате плюс 289 плюс 1 – 290. Итак, мы данную разность с вами разложили на произведение. Первый умножитель 36, второй умножитель 8 – натуральное число. И в скобках результат будет тоже натуральным числом. Поэтому это произведение кратно 36. Все, мы выполнили с вами задание. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok